Приветствую всех подписчиков, а также зрители моего канала. То, что в арсенале в моем появился токарный станок по металлу, я уже показывал, а теперь появился еще и фрезерный станок, тоже по металлу, да, смотрите, да, видео у меня про него, по-моему, уже выходило, если не выходило, то, значит, скоро выйдет, смотрите, в связи с этим, пошел теперь на барахолочку и раздобыл вот таких вкусняшек, ну как раздобыл, купил, продается недорого, ну вот это вот фреза R6M5, внутренний диаметр 10 миллиметров, так она, по-моему, что там, около миллиметра диаметра, но не будем в подробности в такие вдаваться, цена 100 рублей, это все нулячее, так, есть фрезы, десятка посадка, есть 13, есть 16, 16, тут уже не помню, 20 или 22, но не важно, и вот смотрите, на сдачу еще придарили вот такую R6M5, фреза, четверочка, тоже для фрезерного станка, ну, хвастаться дальше нет смысла, мне скоро понадобится фреза полтора миллиметра, а оправки у меня для нее нет, можно, конечно, на Али заказать, что-то там рубля 3 стоит, 10 дней доставка, ну, когда я это покупал, говорю, оправки нету, он говорит, ну, нету, ладно бы был бы токарный у тебя станок, ты бы сам сделал, я говорю, у меня есть токарный станок, он такой, так в чем же дело, и я думаю, да, ни в чем, я сделаю оправку самостоятельно, смотрите, шестигранник, я уже не помню, на 24, по-моему, сталь 45, вот из него и будем оправку делать, ленточной пилы, по металлу у меня пока нет, смотрите, отпилил монтажной пилой, абразивом, ленточная пила пока в планах вначале хотел прям шестигранник оставить, но что-то резко передумал и сделал здесь круг, теперь нам здесь нужна полочка вот фрезу, так напомню, полочка, там диаметр 16, здесь у меня 23, ну, я думаю, тело еще здесь останется, чтобы зажимать фрезу идеальная посадка да, тут чуть-чуть больше выглянуть, нормально, главное, чтобы вот широкие, когда садятся, здесь ступенечки еще было да, это не пластилин сверлится не очень легко да Субтитры сделал DimaTorzok Честно скажу, резцом не отрезал, резец пищал-пищал, взял вон монтажную пилу и отрезал, подторцевал, в патрон поставил, все четко, видите, вот эта сторона мне вообще не принципиально, здесь просто винтик, главное, чтобы вот это было сделано за одну установку, ну и теперь что, делаем само тело, с другой стороны поставлю, Сейчас зацентруемся и буду точить такую длину, конечно же, поджимая задней бабкой, мне кажется эта сторона полегче сверлится В общем добавляем обороты и погнали Да нет, эта сторона нисколько не лучше Тот же самый металл Так, буду точить на автоподаче Ну это, видео почти не выйдет, тут слишком много мяса снимать Я хочу снять где-то до 16, хотя посмотрю, может у меня там 18 от санга есть, либо 16 последняя Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, как я и сказал, я немного выключал И продолжаем Уже посадку под сангу точу Не хочется промахнуться, да Следующий размер уже 14 В следующий размер уже 14 Так, зашибись, мне нравится Осталось теперь с этой стороны порядок навести Надо сделать проточку под вот этот выступ Отверстие просверлить и резьбу нарезать С самого начала же было понятно, что я вот немножко неправильно делаю Сначала хвостовик точу, а теперь пытаюсь здесь расточить отверстие под вот эту бимпочку Не надо Смотрите, с третьей попытки Зажал Такое место нашел, что биение у меня тут Ну, практически полсотки Резьба будет М8, значит сверло Мне нужно на 6,7 Мне нужно на 6,7 Да Да, это кобальтовые сверла Сверлют вообще идеально Ну, кому интересно, маркировка Р6М5К5 Далее Заход немного рассверлим Максимально, что можно в этот патрон вставить Это сверлышко на 13 Ну, а потом уже вот под вот этот выступ Придется расточным резцом пройти Так как сверло никогда точно по центру не рассверлить Все равно будет какое-то биение Вот чтобы биение исключить, надо расточной резец использовать У меня тут иногда резкость пропадает Поэтому не каждую операцию показываю до конца Да, смотрите Что теперь у меня получается Здесь расточено Здесь Вот так точненько Ничего не болтается Сюда ставим И вот здесь будет закручивается винтик Пока резьбу Не буду нарезать У меня нет тут такого приспособления Нарезать буду вручную Ибо на станке нарезать Без приспособления с трещоткой Знаете, это Поломать резец очень легко Ну, а пока Еще кое-что теперь сделаем На фрезерном Диаметр цилиндра у меня 23,10 Но ближайший размер 22 Но я думаю Под ключ 22 Здесь будет Слишком Короткие проточки Такие лысочки Коротенький Ключ будет стараться соскакивать Но давайте Сделаем 19 23 минус 19 4 В общем по 2 мм С каждой стороны Надо убрать Сюда один проход Миллиметр Легко Можно снять Ну и еще один Миллиметр Делительной головки у меня нет Поэтому используем Угломер Да, таким образом выставлять То еще удовольствие Ну, как говорится Нет сливочного масла Жарим грибы на маргарине В общем, смотрите Не так уж и трудно Ноль Видно камеру А то что-то блестит там Подставляем здесь линейку На проточку Тоже ноль Фрезеруем Ну и проверим ключиком У нас ключ на 19 Смотрите Все классно Здесь небольшой люфт Но он не критичный А то ключ потом тяжело вставлять Нарезал визбу за кадром Метчики R6 M5 И первый Второй Сразу скажу Резалось очень тяжело Блин, наверное Да, вот под солнечным маслом Но резалось тяжело Все-таки Если в такой стали резать резьбу Наверное, надо еще и печку теперь покупать Блин Ну то есть Сначала Отжечь металл Сделать изделие Потом закалить Потом Еще снять напряжение Ну то есть еще Отжечь немного Вернее отпустить Вот так правильно говорить Смотрите, что теперь получается Такой у меня Винтик тут каленый Вставляем Резьбы Ну где-то 5 ниток Все солидно Только Делаю такое в первый раз Смотрите Мне кажется, что винтик этот Немного Торчит Даже не немного, а прям Хорошо торчит Если вот так Что-то Работать Тут близко к тискам То Наверное Он все-таки будет цепляться Про это я не подумал Поэтому сейчас Сделаем углубление Чтобы головка винта Туда заходила Здесь у нас 11,9 Ну я думаю сверлышком сейчас 12-ым просто рассверлю Здесь у меня тельца Видите Достаточно толстая Можно почти всю шляпку будет спрятать Идем на токарный станок опять Ну и прям сразу 12-ым сверлом мы будем сверлить Сразу 12-ым сверлом мы будем сверлить Так Ну сверла Наверное достаточно Я конечно знаю Что После сверла Надо еще зенкером Подровнять там Поверхность Но К сожалению Зенкера у меня Нету Еще вчера зашел Так посмотрел Там в один магазин Зенкеры есть Но какой нужен Ну Не весь же комплект Покупать Поэтому смотрите На что у нас больше всего похожий Зенкер На фрезу Фрезерная головка ER25 Здесь Конус Морзе 2 Он такой же Как и у меня Здесь Станки Поэтому сейчас на небольших оборотах Просто подровняем Донцы Фрезерная головка Конечно не может сверлить Отверстие Но Так как у меня там уже Отверстие 8 есть Фрезой Все остальное мясо Можно нормально снять Капни маслица Чтоб не дробежало Зенкеров И Ну Чем не Зенкер Да Многие путают Зенкер с зенкеркой Это работает Именно как Зенкер Ну И теперь По новой Собием надеюсь держать будет вот такая правочка получилось на этом пожалуй видео буду заканчивать всем кому информация была полезна пальчик вверх подписываемся на канал оставляем комментарии а я немного с вами прощаюсь всем пока ну и теперь у меня есть вот такая фреза можно теперь прорезать пазы пригодится ручки мешают еще кличка нет тоже нужно просто про фрезеровать что было здесь 25 и здесь 25 а тут похоже какой-то 26